Привет всем! Сегодня у нас Mega Drive Mortal Kombat. Возвращение культовой приставки для тех, кто хочет поностальгировать по старым временам или просто окунуться в прошлое. Посмотрим, что у нас в комплектации. Ну, во-первых, у нас есть сама приставка весьма аккуратная, мы отдельно про каждый блок из этого расскажем. Два джойстика у нас есть для того, чтобы играть с другом. Блок питания для подключения к сети. И здесь у нас также аудио-видеокабель для подключения к телевизору. В те времена не было HDMI, не было DVI, поэтому подключалось всё через аудио-видеокабель. Но не волнуйтесь, у каждого телевизора есть соответствующие разъёмы. И самое главное, что здесь есть, это картридж на целых 55 игр. Здесь без дураков действительно 55 полноценных игр. Ну и как следует из названия приставки, можно догадаться, что здесь есть почти все части знаменитого Mortal Kombat. Теперь отдельно посмотрим про каждый блок. Начнём мы, собственно, с приставки, с консоли. Она у нас сделана из твёрдого пластика, синего цвета. Здесь у нас переключатель режимов, там пауз, секам. На самом деле можно этим не заморачиваться, она и в авторежиме отлично работает. Здесь у нас гнездо для картриджа, кнопка включения и выключения. И кнопка Reset для того, чтобы выходить в главное меню. Здесь у нас гнездо для подключения пи-блока питания. И гнездо для аудио-видео выхода для подключения к телевизору. С этой стороны у нас два гнезда для двух джойстиков. Два джойстика повторюсь в комплект, и можно играть с другом. Что касается джойстиков, то они такие же, как вот мы все привыкли. Шесть кнопок с правой стороны. Слева у нас находится крестовина, которая крутится и нажимается в центре. Клавиша Start и клавиша переключения между турбо и нормальным режимом. В руке лежит всё это очень приятно. Прямо вспоминается молодость. Ничего не люфтит, не скрипит. Джойстики сделаны добротно. Ну и можно использовать любые другие джойстики от таких же приставок. Теперь посмотрим, как всё это подключить к телевизору. Берём аудио-видео кабель, вставляем его вот сюда. Здесь ошибиться трудно, там специально нарисована стрелочка, как его нужно вставлять. После этого берём блок питания, вставляем его также с левой стороны. А левую часть мы вставляем, естественно, в розетку. После этого нам нужно подключить джойстики. Я буду подключать один, так как я, к сожалению, буду один играть, но если вдвоём с другом, то второй джойстик подключается точно так же во второе гнездо. Без разницы, какое гнездо подключать, но я подключаю обычно первое. Картридж берём, вставляем картридж с небольшим нажимом, всё, картридж у нас сюда встал, и мы готовы играть. Берём телевизор. У телевизора у нас куча вот таких вот разъёмов. Всё это очень просто, по цветам. Белый в белый, а жёлтый в жёлтый. Причём, можно заметить, у меня телевизор более новый, здесь жёлтый кабель, он жёлто-зелёный, но это обращать внимание не нужно, вот просто цвета нужно найти соответствующие, белый вставить в белый, а жёлтый вставить в жёлтый, и всё будет работать. И теперь у нас приставка включена, запущена, и мы в главном меню. С помощью джойстика мы всем этим управляем, как можно видеть, на большом телевизоре очень круто играть в такие игры. Был бы у меня в детстве к приставке такой телек, я, может, и школу бы не закончил. Так вот, что касается игр, как можем видеть, здесь очень длинный список, действительно 55 всевозможных игр, здесь же шахматы, есть тетер, есть более сложные игры, здесь игр действительно куча на любой вкус, гонки, файтинги, стрелялки, всякие аркадки и тому подобные вещи. Но мы, разумеется, начнём с того, ради чего мы здесь все, собственно, и собрались. Первый я запустил Ultimate Mortal Kombat 3, ну, выбираем бойца, я выбрал Смолка. И кто не знает, что такое Mortal Kombat, тем вот просто прямо сейчас бежать в магазин, покупать эту приставку, играть в Mortal Kombat, потому что это классика, культовая видеоигра, там куча частей, по ней сняли фильм, как вы могли видеть. То есть если вы не знаете, что такое Mortal Kombat, то, ну, с вами говорить даже не о чем. А тем временем, Рептилии у нас весело получил по щам, и можно запустить какую-нибудь другую игру. Ну, для тех, кто совсем уж любит полностью классику, мы запустим классическую Mortal Kombat, самую первую часть, и здесь я за Люкенга буду играть. И, разумеется, можно играть вдвоём с приятелем. То есть это можно устроить такой вечер винтажных видеоигр, вдвоём с приятелем взять там каких-нибудь напитков, чипсов, взять по джойстику, и играть в Mortal Kombat, рубиться просто до посинения. Ну и в другие игры тоже, здесь куча игр, в которые можно играть вдвоём. А мы тем временем нажмём розет, выйдем в главное меню и запустим ещё одну Mortal Kombat, это Mortal Kombat 5. Она несколько отличается от частей, представленных здесь на картридже. Здесь как бы не два бойца друг с другом играют, а она синглплеерная. Ну, можно с приятелем играть, но суть в том, что персонажи будут идти по экранам, там биться с разными врагами, то есть это не просто как бы один на один спарринг, а это как бы с сюжетом игра, где мы вдвоём будем идти и делать всякие приключения. Теперь запустим Соника. Ну, разумеется, какая-то такая приставка обойдётся без Соника. Это также культовая игра про супер-ёжика, которая раскручивается и всех своими иголками убивает. Игра очень добрая, весёлая, динамичная, картинка летит моментально. И я хочу сказать, у неё достаточно сложно проиграть, поэтому она даже для детей отлично подойдёт, то есть весело бежим за ёжиком, что-то делаем. Игра действительно преврал культовый статус совершенно не зря, потому что она очень весёлая и очень угарная. Соник также входит в пантеон культовых видеоигр, поэтому кому видеоигры близки, и кто почему-то не знаком с Соником, настоятельно рекомендую попробовать. А я тем временем хочу в какие-нибудь тачки, хочу погоняться на машинках. Вот, Рот Блэстерс вполне меня устраивает, запускаем и посмотрим, что у нас. Это у нас гонки на выживание, мало того, что мы здесь гоняемся, так мы ещё боремся с противниками. Есть разные машинки на выбор, можно стрелять, можно уворачиваться. В целом достаточно весёлая и интересная игра для любителей автомобилей, вполне торт. А дальше навстречу приключениям. Ну, нарезка идёт из самого последнего фильма, мне он показался не таким тёплым и ламповым, как предыдущие. Ну, а кто не знает, о чём речь, это, разумеется, Индиана Джонс, это отличнейшая кинофраншиза. И игра по ней есть тоже весьма затейная, тоже приключения, всё достаточно весело. Барни, малыш, если ты не знал, то по Флинстонам есть игра. И она очень весёлая, очень прикольная, здесь можно бить дубинкой всяких различных динозавров, прыгать, карабкаться по скалам, по стенам и очень забавно втягивать голову в плечи. А это уже настоящий техно-боевик, разумеется, про Джеймса Бонда. Здесь нужно спасать красивых девушек, рассекать в красивом пиджаке и стрелять из пистолета, разгадывать различные загадки, искать ключи и, в общем-то, как обычно, спасать мир от суперзлодея. Весьма весело и интересно, необычная такая игра, она действительно с сюжетом, действительно с забавными такими вещами, как спасение девушек прикольных. В общем, тоже настоятельно рекомендую в неё поиграть. Ну, ещё немножко Mortal Kombat'а. Это у нас уже Mortal Kombat 6. И кто, если вообще не знает, что такое Mortal Kombat, если тот думает, что это просто драчки на кулаках и ногах, тут на самом деле не прав, здесь используются все клавиши на геймпаде. Здесь куча разных комбинаций с суперударами, с магией, со всякими хитростями. И у каждого персонажа там куча своих вещей. Дальше и свод, немножко боевиков, немножко фантастики. Здесь мы в будущем воюем с террористами, воюем с всякими негодяями. Здесь за полицейского играем, но и с будущего роботы. И все такие пирожки кидать гранаты, стрелять по негодяям, и всё довольно весело. Ну, обычный такой боевик. А для девочек или для детей у нас есть Русалочка. Ну, собственно, кто не смотрел мультфильм, тот уже может догадаться, про что этот мультфильм, про что эта игра. Разумеется, здесь мы играем за Ариэль, за Русалочку, мы ищем разные ключи, освобождаем всех разных весёлых принцев. Игра на самом деле девчачья, то есть вот мне она немножко наскучила, но девочкам, мне кажется, будет очень интересно всё это делать. О боже, они убили эту женщину, но мы обязательно должны её спасти. Итак, игра Devil Dragon. Здесь у нас файтинг, такой уличный файтинг, как Street Fighter, мы ходим, бьём всем по морде, и спасаем всяких тоже мир, всяких людей, и всё это интересно. Здесь мы ходим вверх и вниз, прыгаем, бегаем, ударяем, также будут всякие суперудары, то есть игра также весьма культовая и интересная. Ну и понятно, что больше четырёх десятков игр я ещё даже не успел осветить. Итак, Mega Drive Mortal Kombat. Отличная 16-битная приставка, реинкарнированная игровая классика, всё с ней просто супер, в комплекте два джойстика для того, чтобы играть с приятелями, или с кем-то там ещё с детьми, 55 полноценных игр на картридже и любые другие 16-битные картриджи совместимы, пять частей Mortal Kombat, всё очень круто, поэтому для ностальгирующих крайне рекомендуется к покупке. Спасибо за внимание, всем пока!